Первый этап командных соревнований – упражнение прогулка фермера. В руках у силучей по 75 килограммов железа. Задача – пройти с этим грузом 20 метров и передать эстафету партнеру. В этом и заключается главное отличие подобных состязаний от одиночного турнира. В свою очередь напарник по команде должен два раза поднять ось Аполлона весом 140 килограммов. Здесь те же дисциплины, что и на соревнованиях мирового или европейского уровня, но проводится турнир исключительно для спортсменов с постсоветского пространства. По составу участников именно, по мощности команд, я считаю этот турнир самым престижным в этом году. Как по организации, как по призовому фонду, так и по составу участников он самый мощный в этом году. Состав очень мощный, очень солидный, скажем так, с мировым именем. Среди участников престижных соревнований имени адмирала Ушакова и неоднократный победитель международных стартов по силовому экстриму – двукратный призер командных чемпионатов мира Владимир Калиниченко. Выступает силача вместе с чемпионом мира по силовому экстриму 2015 Александром Лысенко. Соревнования по силовому экстриму никого не оставят равнодушными, отмечает начальник управления по делам молодежи и спорта Олег Вичирко. Для нашего города принимать силачей не в новинку, но каждый раз очень престижно. В этих соревнованиях принимает участие и сборная Севастополя, которую возглавляет Михаил Палер, заслуженный мастер спорта. Это наш лидер, он прекрасно показывает прекрасные результаты. Эти соревнования проводятся при поддержке губернатора города Севастополя Сергея Ивановича Миняйла силовой экстрим на памяти Федора Федоровича Ушакова, знаменитого нашего адмирала Черноморского флота. Предстояло спортсменам выполнить упражнение «Викинг-пресс». Снаряд весом 177 килограммов нужно поднять как можно больше раз. А партнеру по команде достается подъем 95-килограммовой гири. На выполнение двух упражнений дается две минуты. Ожидал спортсменов и этап под названием «Колодец». Деревянное приспособление весом в 350 килограммов нужно было протащить на 20 метров. Всего же победители турнира определяли по сумме шести этапов. Последняя – дисциплина «Камни Атласа». Огромные шары весом 115, 150 и 175 килограммов перебрасывали через планки различной высоты. Главный судья соревнований Дмитрий Курганов отметил, придираться к каждому миллиметру не будут. Но никаких послаблений спортсменам рефери давать не намерены. Бывают ситуации, когда на этот маленький миллиметрик можно приподзакрыть глаза. А так судейство строгое. Регламент соревнований есть, правила у нас выведены. Поэтому нет. Для спортсменов на этом турнире вполне стандартные правила, к которым они уже привыкли. Подобные соревнования организаторы намерены проводить в Севастополе ежегодно.